Тревожная новость для всех поклонников турецкой продукции на Netflix. Интернет-платформа отменила один из сериалов и остановила производство всей сериальной продукции в Турции. Что же случилось и что будет дальше? Турецкие социальные сети на этой неделе всколыхнула новость о том, что интернет-платформа Netflix приняла решение покинуть Турцию. Более того, Netflix будет запрещен. Однако это не соответствует действительности. Netflix не собирается покидать турецкий рынок, однако производство большинства новых турецких сериалов на платформе остановлено. Продолжаются съемки сериала Атье, Дар, Сберин Саат, 50 квадратных метров с Ингином Астерком и Айбуке Пусат и Клуб. Режиссером которого является Зенеб Гюнайтан. Съемки сериала Любовь 101, а также других новых проектов платформы пока приостановлены. Главная новость этой недели – отмена работы над сериалом «Если бы мы знали то, что знаем», главные роли в котором исполняли Асгия Спиринджи, Беркан Сукулу и Бурак Ямантюк. Netflix выплатил 500 тысяч долларов за работу производящей компании Айяпым. Работа съемочной группы над восьми сериями проекта тоже полностью оплачена. Однако сам сериал отменен в день начала съемок. Что же случилось? Сценаристка проекта Эджей Юринч, которая работала над такими шедеврами Турдизи, как «Запретная любовь» и «В чем вина под моголь», дала интервью турецким СМИН. В нем она сообщила, что сценарии был введен персонаж нетрадиционной сексуальной ориентации. Никаких откровенных сцен у него не было, просто в сюжете упоминалась его ориентация и все. Сценарий сериала был направлен в Министерство культуры на согласование. Государственный цензор Эртюк приказал вырезать упоминания о нетрадиционной ориентации персонажа, что госпожа Юринч и сделала. Разрешение на съемку после внесения изменений в сценарий было выдано, и съемочная группа приступила к работе. Однако руководство Netflix провело совещание с Эртюк и приняло решение, что подобное вмешательство в творческий процесс противоречит его принципам и в будущем может отрицательно повлиять на качество выпускаемой продукции. Напомним, что госцензор может оштрафовать турецкие сериалы даже за неправильную, по его мнению, кличку собаки. Именно поэтому было принято решение об отмене съемок. Кроме того, ситуацию запутали заявления некоторых чиновников о том, что персонаж Осман в сериале «Любовь 101» был геем, и они заставили изменить сценарий. На самом деле, речь всегда шла о персонаже, который был написан Эджей Юлленч, для сериала «Если бы мы знали то, что знаем». В «Любовь 101» геев никогда не было вообще. Однако это не помешало развернуть гомофобную кампанию в социальных сетях против сериала. Чем же закончится противостояние Netflix и государственного сенсора? Будет ли продолжена работа над турецкими сериалами платформы, или же все проекты будут отменены? Об этом мы узнаем в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok